Девушки отдыхают Просто моментально Я вот так сидел, тоже думал А вообще могли ли Чисто теоретически показать характер Показать действительно, насколько у них стальные шарики И взять и отдать еще раз нагу И пытаться выиграть против нее Могут или не могут спидгейминг В этом вопрос Оказалось, что нет Решили проще испавить себя от наги Просто сыграть нормальную, обычную доту Отправили ее в ферсбан Ну что, титаны забаняли Тиберсо, мы видим И еще по одному бану нужно сделать Есть ли у титанов еще какой-то козырь в рукаве? Вопрос большой сейчас И Миракл сейчас должен нам продемонстрировать Есть ли какие-то еще тактики Стратегии, благодаря которым Они могут сделать камбэк с 25 тысяч проигрыша По деньгам и по экспе Да, ответ на этот вопрос, конечно, придется совсем совсем скоро У нас минус алхимик, тем временем Отпайлайдаем Ну и ласт-ласт бан в этой стадии Это команда Титан Первые пики будут очень-очень интересные Конечно же, общаемся с вами на Твиче Твиче.tv.slash.alander4 Заходите туда, пишите, что самое интересное Какие-то сообщения, комментарии и так далее Ну и не забываем, конечно же, подписываться на мой паблик Vk.com.slash.adquat.tv Ребят, сразу же, как только будут воды и так далее Все это будет продублировано в мой паблик Анонсы будущих стримов там И все-все остальное Какие-то комментарии, прогнозы, опять-таки, на ставки и так далее Тоже все это в моем паблике есть, собственно Так что пока идут пики Можете смело подписываться, заходите Да, ну и, конечно же, воды также появляются на нашем YouTube-канале Dota.sl.tv Да, через слэш Думаю, найдете и увидите там Стандартный Старадорский канал Да, ну и вроде на этом все Да, ну если хотите посмотреть, какие составы групп Там, когда расписание, кто с кем будет играть и так далее Все это доступно на сайте dot2.starader.tv И это, думаю, тоже прекрасно знаете Так, ну что у нас LastBand от команды Титан по-прежнему думает Miracle Это я вам еще в качестве анонса сообщу Значит, у нас, получается, завтра По расписанию мы начинаем Не как обычно в 16 в Москве Мы начинаем в 10 часов по Москве утра У нас там будет играть команда Dreamtime Club Против команды IG Это группа B Система Best of 3 Ну и потом в 16 часов по Москве У нас стартует следующая Мега эпичнейшая просто встреча Команда DK против команды Speed Gaming Тоже в рамках Best of 3 И в рамках группы А То такие вот завтра у нас будут интересные игры Все это мы, конечно же, дело будем освещать На этом же канале Так что, ребят, имейте в виду Все турниры транслируешь Я транслирую G-League Все игры этого турнира Ну, может быть, не все в будущем Может быть, там когда-то ворвется и Вила Тоже там с Каспером Могут они прокомментировать G-League Когда они закончатся Ну, а так, в принципе, наверное, большую часть Буду комментировать игры я Так что, как-то так Ну что, у нас там получается Клокверка забанили Титана забирает себе команда Speed Gaming International Ну и Мирана Тут же мгновенно Залетает от команды Титана Ну и второй пик Посмотрим, что возьмут Ну, напрашивается сразу Crystal Maiden, да? Вот прям сразу туда же Вместе с Мираной Как связочку Или что-то другое Я все очень хочу посмотреть Какой-нибудь еще другой пик Поинтереснее, да? Каких-нибудь героев Интересно, что взяли Титаны Ну, нет Наги, ничего страшного Есть, полно, других героев Вот забирает Рубика Тоже довольно-таки интересно Есть, суппорт получается Так, ну и Speed Gaming Сразу встречает пиком Crystal Maiden Кто-то же ее должен был забрать Забрали спиды Ну что, вторая стадия бана В те времена пошла Ну да, так говорят Третьей карте Респект бан Наги Ну, наверное, стоило этого бана Ожидать, в принципе Это было бы логично С стороны команды Speed Gaming Ну, зачем им просто Какие-то очки терять Из-за этой Наги В группе, да? Там, не зарабатывать Их отдаваться И так далее Если можно ее просто забанить И не иметься никаких проблем Ну что, минус Бэйн Ну что, минус Бэйн Убирает связочку для Мираны От команд Speed Gaming Да, Миномайстер тоже решили забанить Им неприятен этот герой Ну, он, в принципе, и надпуш хороший В качестве пуша Тоже очень потрясающий персонаж Решили просто от него избавиться Тем не менее, Цитана избавляется От Волдуваура Ну и Ласт Бан нужно сделать В этой стадии Да, ребят Сегодня также еще напоминаю Что Старсерия сегодня Как и прежде Каждый день, собственно Неустанно транслируется На первом СЛТВ-канале Сегодня Врывы команды RockSkins Там будут у них очень сильные встречи Начнется это, по-моему Все действия Сейчас скажу, во сколько там начнется Начнется в 20 часов по Москве Буквально через часик Так что мы с вами досматриваем Собственно, к G-лигу И потом перемещаемся Все дружным коллективом На Старландер 1 канал Смотрим Смотрим Старландер Так Ага Чена забанили команда Титана Забирает себе Лишрака сразу Пуш-пуш-пуш Будет у нас Замечательным, я чувствую Да, Рубик Лишак Скорее всего два суппорта Миранка керри в триплу Тут вроде бы ясно Висаджа забирает команду Спидгейминг Ну что, два самых Самых популярных, наверное И самых Наиболее часто юзабельных Суппорта Забрали команду Спидгейминг Урвали себе еще Элдер Титана на оффлейн Ну, не хватает Кого-то керри получается И кого-то в мид Команда Титан Ну, если Мирана Как керри в триплу Тогда не хватает Какого-то оффлейнера И кого-то тоже в мид Остались соло-персонажи Нага говорит Нага контрится салом Нифига не контрится салом Нага Был Пак Своим саленсом И что-то он нифига Эту Нагу не контрил Переживал на, собственно Миракл Абсолютно весь каст И все касты И потом прожимал Свой ультимейт по надобности Или просто разворачивался И был литься И сбивал И сбивал противников Ну что, забирает Пака себе Команда Титан На этот раз Очень интересно Так Ну, решили, видимо В более-менее стандартную дотку Поиграть уже Команда Титан Да, уже не так насасывать Скажем, Мирлигейм А решили Сначала, прям С самого начала карты Просто тащить И Чтоб керри Нормальные керри фармили Как говорится Да, и просто Суппорты-суппортили Гангали, фромили И так далее Так что намечает нас Третья обычная карта Без Наги Кто-то, может быть Взахнет спокойно Кто-то скажет Блин, неинтересно так Ну, не знаю Смотреть за тем Как сперва команда Титан Первые 20 минут унижает В салат И потом они пытаются Через какую-то попу Просто взять И выиграть себе победу Это, конечно, тоже интересно Но, блин Держат за самые-за самые Что называется Все время в напряжении И так, конечно До кого-то может довести До нервного срыва Такие дела Так Так-так-так-так-так Ага Луну забирает Команда Спидгейминг Ну что, есть фармила У нас теперь Есть керь-герой Та-да Остается только мидер Для команд Спидгейминг Сейчас неприятного Для себя мидера Такого, который бы там Контрил Пака Может быть Нужно забанить Сейчас Титаном Выбирает Там Плара Ассасин Да, хороший-хороший герой Ну, а в свою очередь Команд Спидгейминг Должны будут забанить Коут-оффлейнера Ну, напрашиваются Всякие Клоквер А Клоквер уже в бане Извините Там Баунтихантер, например Довольно-таки неплохо Он должен, в принципе К Титанам сейчас заезжать Этот Баунтихантер Какие еще есть варианты? Ну, Нейдж Профит, например, есть Тоже хороший вариант Он у нас не в банах, по-моему Да, и взять его Команда Титан, в принципе, может Ну, вот Палатер должен решить Что из этого забанить сейчас А что отдать соперникам? Что, кстати, самое интересное Вообще, в рамках этой карты Абсолютно забыли про такого героя Как Алхимик Обычно он то ли Ферст Пиком заезжает То ли Ферст Баном А, нет, Алхимика забанит Все, извините А то что-то я уже начинаю Немножечко Съезжать от этой доты Надо подсобраться будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, Нэтч из Профита Все-таки решили забанить Спидгейминг Да, долго-долго подумал Палатай, но только решил Что лучше Сражаться против кого-то Любого, но не против Нэтч из Профита Так, ну что Ласт пик от команды Титан Кого возьмут на оффлейн? Вопрос Может быть, есть смысл Просто трипло отправить В сложную линию И тогда на легкую линию Взять кого-то пофармить Как вариант Ага Вот оно что Вот оно что Ну а здесь варианты Возможно на самом деле Да, то есть И мы помним Что и Мирану Можно как и соло-мидера Езать и так далее И Свен может быть Как и соло-персонаж Как и в триплу Как керри пойти Короче Свен Это очень интересно Я почему-то не сомневаюсь Что вот на таких героях Будет играть как раз-таки Сам Миркл Нестандартный герой Неординарный Это все для него Ну посмотрим Будет он исполнять На Свене или нет И как он будет его исполнять Ластпик очень-очень интересный Ну вы знаете Свен так вот По-доброму Конечно кабину Луне сносит Ему для этого Много артефактов По сути дела Не надо Мом включил ультимейт И поехали Под БФом Например Каким-нибудь Ну что Ластпик Это команд Speed Gaming Призадумался сейчас Подадает Действительно Есть над чем подумать Нужно какого-то Мидера забрать Который мог помочь Воевать против Свена И так далее Который бы еще против Пака Неплохо отстоял В свою очередь Сейчас посмотрим Кто это будет Ну вот Шторм Спирит Напрашивается Кстати очень В пик команде Speed Gaming International Вот прям очень Шторм Спирит Напрашивается Ну не знаю Возьмут ли его Рексара взяли Бисмастер Ну что тоже Хорошее решение Отличный ультимейт Как раз таки может Свен держать на месте В общем-то Разобрались более-менее С пиками Сейчас посмотрим Кто-то он будет исполнять Ну да Меркл взял себе Свена Все-таки Да Акуху у нас будет играть На паке Икс у нас Лишак Охайо будет играть На Миранке Ну и Рубик Остается у нас Для Нета Ну и Speed Gaming Итак Синг-синг у нас Будет играть На Бисмастере Eternal Envy Конечно же Фармить будет На Слоуне Ауди 1001 Суппорт на Виседже Пайлайдай на Crystal Maiden Ну и остается у нас Персонаж на Оффлейн Для Бон 7 Это Элдер Титан Ну и поехали смотреть За третьей карты Решающей карты Вы знаете Эта карта во многом Несколько Между этими оппонентами Потому что Титанам В случае победы Они Можно сказать Ее выгрызают Просто зубами Начиная с 0-1 по картам И они делают Нереальный камбэк У второй карты Еще если третью выиграют Это конечно будет Просто феноменальный успех Ну и потом Конечно в конечном счете Титанам проигрывать Нельзя в рамках своей группы Потому что они рискуют Просто-напросто Не выйти в плей-офф В плей-офф Этого турнира А конечно Титанов Посмотреть в плей-оффе Бы хотелось Ну что Ставим до битой И поехали смотреть Итак у нас побежали Видим в сложную линию Пока игроки команды Титан Ну да Вот видимо ухая В качестве оффлэнера Будет играть на Миранке Купил он об сервере Варды Есть у него сапог Будет он там стоять Пакать Понятное дело В миде будет стоять Ну и трипла В легкой линию Команды Титан Формящим Миракл У которого какой-то ультрамодный Командоровский сет По-моему Да Такой рулинг-сворд Ну и все Прям плотно одеты И сейчас будет Миракл Выдавать по пашке Своим мечом Так ну и команда Спидгейминг Тоже поставили Об сервер Варды И поставили сюда Об сервер Варды Ну вот Как-то так пока А это об сервер от Мирана Да чтобы ее не гангали Ну в принципе стандартный Вард Ну и что Что интересно Бон 7 по всей видимости Остается на легкой линии Или нет Нет Отправляется на сложную Да трипла будет все-таки снизу У команды Спидгейминг Ну что Обе триплы У обеих команд Будут отправляться на Легкие линии Да соответственно У нас начало игры Может быть не таким-то И захватывающим И интересным Особого экшена не будет У нас будет фармить Керри героя в трипле Мидеры будут Друг против друга сражаться Ну и единственная активность Которая может ожидаться Только от суппортов Так что здесь Либо Нед вместе с Иксом Ой с Иксом Или с кем они там Нед и Икс Да все правильно И Шак с Рубиком В принципе могут куда-то выходить В мид например Да Бесмастер кстати На первых лвлах Очень уязвим для гангов Поэтому можно будет его гангать На фастботах Кстати закуп Синг-синга Ну а вот пака Будет посложнее убивать Но в принципе Все равно в принципе возможно Все таки есть Кристал Мейден И Виседж Очень много Магического урона Так что посмотрим Чей суппорт окажется Немножечко проворнее И на роуминг Более-менее способный Так ну что Крипы уже пошли Здесь на спалайдай Находит руну дабл дэмэджа Хорошо Сразу же можно будет Подфармливать себе лес Через фростбайт Замечательно просто Бон 7 у нас тут сапогом Также Ну и у хай То же самое Ну что В миде встречается Синг-синг против Куху Тут уже Куху Где-то просел Пока дошел До своего оппонента Пол хп потерял 0-3 ман у него тут Кстати Ну на фастботл Пошел бисмастер Но не Пак Такие дела Ну что Миракл Пытается фармить Кстати купил себе Квилинг Блейд Один из немногих Керри героев вообще В Китае Который использует Для фарма Квилинг Блейд Не стесняется его покупать Ну почему я говорю сейчас Китай Потому что как раз таки Команда спидгейминг Там и находится Но титаны Млазийцы Ну вот тоже не стесняется В принципе покупать Себе такие Квилинг Блейды И фармить крипов Вообще это по моему Единственный раз Когда в рамках этого турнира Могут встретиться По моему Два представителя Две команды Которые не из Китая Вот такой вот Интересный момент Потому что все остальные Получается 6 команд Они все из Китая Так ну что Синг-синг Купил себе уже Боттл в стэш Сейчас нужно будет Принести Курьером Пока по КС Видимо Куху Все в порядке 6 на 2 у него 5 на 0 Видимо у Бестмастера Бон 7 Левел 2 себе уже получил Усмудрился убить Трех крипов Отлично Что у нас У Мираны У Мираны Левел 1 Пока только И один крип убитый Кстати вот и кидывает И периодически Такие Эрро Да Кстати Энви Чуть не просил Под крипами здесь Ну ауи Пытался ему Сохранить жизнь Ну и Тут видим 6 тангусиков Конечно сможет Моментально Восполнить количество Своего здоровья Риг в протекшн Стандартный опять-таки Закуп Будет делать Эрнков Базилиус Аквила Там какая-нибудь ПТшка И поехали Поехали На это время драка Зарова Ну смотрите Нед первый пришел Откинул телекинезм Своего оппонента Ну и иллюзии забрал Приносит тебе кстати Смог Ну вот смог это интересно Теперь они с Лишаком Куда-то в мид И попытаться гангнуть Бестмастера Или пока не попытаются Пока делают пулы Здесь у нас Кристалмейд На это время Уже получает Третий левел С леса Вторая пассивочка Уже имеется Очень даже неплохо Ну и конечно Маннер генится Просто потрясающе На руку Это конечно же И Синг-Сингу То есть у него Постоянно практически Будут иметься Топорики какие-то Чтоб можно было фармить Ну и Во всем этом еще Помогает и Ботл Который он набудит Ну и Элдер Титан В принципе тоже Да Лишний раз Кимнуть скажем Астрал Тоже ему большой-большой плюс Кстати покупает себе Рецепт на Сол Рингбон 7 И возвращается опять На свою оффлейн позицию Третья минута встречи Ничего интересного Не происходит В принципе Как я и предвещал Да Я думаю Что до первых гангов Ничего и не произойдет Интересного Посмотрите В ОХА Пытается синициировать ОХА Есть он конечно Липаут И просто уходит Ну там давали Бимы Фростбайт И просто чтобы Отогнать опять-таки Оффлейнера Не давать ему Получать экспо Так Пак в миде 16 на 5 12 на 1 Имеет у нас Синг-Синг Поигрывает У нас Лайн Куху Пока Синг-Синг приносит себе Боттл Хватает уже на сапог Левел 4 Ну что Вот они суппорты Под смоком Атака пошла И бестмастера Нужно развести на то Чтобы он ушел С своего ОХГ Но Синг-Синг играет Крайне аккуратно Придерживается Правой позиции от Тавара Чтобы в случае чего Можно было Убить и в свои леса Поэтому как не получается Но Титаны все прекрасно понимают И идут в спину Для На Бон 7 И Миракл здесь Должен уже выходить вперед По-моему Так ставится пауза Толдор Титана Что опять Какие-то неполадки Видимо команды Спидгейминг Ну окей Подождем Ждем 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 Что-то я не доключил Знаете Если сравнить Двух керри героя Мы видим что Этернал Энвин Оформил 18 на 3 А 18 на 7 Имеет у нас Миракл То есть своих крипов Он добивает чуть лучше А по плану чужих крипов Все хорошо Ну Бон 7 Сломался мышка Сломалась мышка Я думаю Бон 7 Даже если мышку Нормальную сейчас Себе не поставит В любом случае Он тут от ганга Не уйдет Здесь все-таки Рубик и Лешак Это 100% стан Плюс там еще Видим молнии Через них качается Лешак Будет фейдболт Ну и конечно же Стан от Свена Про это мы тоже не забываем Ну кстати Судя по всему Все-таки Будет наверное Миракл Уфармливать себе Какой-то хенд оф медас Иначе Другого пути Наверное нету Ну и в принципе То же самое Будет делать Этернел Энди Ладно Я пока в чатик Захожу На наш чатик Вич.tv Слышь Таладра 4 Заходите туда Пишите что-то Тут идет обсуждение Игры Я вижу Пиков и так далее Ну тут просто Все пишут Кто с какого времени Начал болеть за команду Текущую Спидгейминг Да Тут вспоминают Бывшие Кайпи В составе которых Там был КВМ Был и Артизи Ну кстати Артизи Свою команду тоже собирал Довольно неплохая команда была Артизи вообще Конечно что-то тащит Солом медпозиции И так далее Но вот Что-то пока о нем не слыхать Играл тот стендином За команду Спидгейминг Они там умудрились Выиграть получается Какой-то там турнир MLG по-моему Если я не ошибаюсь Или куда они там ездили В общем было прикольно Что затягиваешь У нас немножечко паузы здесь Ну тут просто гениальное решение У нас Предложил собственно Администратор этого турнира Говорит Может ли он это пофиксить Или просто поменять мышку Ну естественно Чем-то из этих Будет и заниматься сейчас Бон 7 Других вариантов Просто-напросто нет Не сидеть же и ждать Когда мышка сама починится Адекват Подари гифтов Каких еще гифтов У меня гифтов-то нет О, Ридзи Все, готовы Готовы воевать Отлично, поехали Мне бы кто гифтов подарил Это было бы круто Ну что Бон 7 Так Ну давай Бон 7 Встречай Противников в лицо И в спину тоже Но сейчас смог закончиться И почему-то опять-таки Не стали воевать в команде Титана Сейчас будут заходить Миракл должен был Лайн пропушить Да, через Райт клик Пробивает этого Сейдж Крипа И Бон 7 Надо прятаться Бон 7 Отходит в леса Выгрызает деревья Пытается уйти Неда Смотрите, встречает Просто встречает Неда Вот увидели Бон 7 Терекинез пошел Станчик от Лишака Хорошо Миракл по таймингу Свой станчик дал И с руки Просто пробить Пару плюшек ему в лицо Суни Хорошо Ферсблат от Свена Миракл ФБ 1300 монет с куста Сразу Давай Сейчас еще одного Крипа Убиваешь Покупай себе рецепт на Хэнд оф Медас И дальше фарм 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 Как ты умеешь Как тебя учили Ну немножечко Видимо еще и Тауэр Подпушили Да, пол ХП у Тауэра Как не бывало Но неплохо Неплохо Зашли здесь в суппорт Команды Титана И впервые реализовали Свой выход Ну что Охайо Взял себе рону хасты Бегает оффленнер У нас тут под спидами И И ничего не делает Этерн Энви Тысяча монет Ну Энви скорее всего Тоже будет нас фармить Сейчас на Хэнд оф Медас Так Бим получает лицо Охайо Пытается погодать Еще кинуть ему там Какой-то спел Да, кидает кристалл Ново Фростбайт не дает пока Но пытается чисто спеллами Продамажить Охайо Здесь у него остался Последний танкусик И потом нужно будет идти на базу Еще один бим Очень неприятно Следующего такого раскаста В принципе Мирана может просесть Попасть по случайному Кристалл Ново Еще один бим И в таверну Но Бон 7 Кстати здесь аккуратнее Нужно играть Бон 7 Астрал вызывает А Бон 7 Получил бы телекинез Мог бы опять уехать В таверну Надо быть крайне аккуратным Что в миде у нас Синг-синг Раскидывает с топориками Мы видим у него 22 на 3 У тем временем Упака 31 на 11 То есть уже Куху Лайн выигрывает Довольно-таки прилично Уже полтора раза По крипам Так что Сегодня неплохо Сапог есть Талисман Мэджикстик Один заряд Боттл обуется Синг-синг у нас Сапог Боттл Пока только левел 6 Ну кстати да Получил 6 левел Уже очень хорошо Нужно реализовать Свой Руар сейчас И где его только Реализовать вопрос Я ему тут показал Собственно Здесь Пайлодай Как нужно идти Малобходи в спину Но там никого нету Мирана уже давно ушла Мирана у нас Вообще бегает где-то Ага Вот только сейчас идет На оффлейн Ну что в мид перемещение Попытка гангнуть У тебя Синг-синга здесь Ну а куху требуется Только поставить ультимейк Все Остальное сделают суппорты Ну вот правда Видимо прочитал Ситуацию Синг-синга Особо не высовывается Мы видим Вызывает Буара здесь Кабанчика Или Зори Арбы Залетает Вот он Синг-синга Да ну не получается ганг Не получается Ну что ПТ все-таки Покупает у нас Этернал Энви Да Решил не на фас Мидас идти А что у Свена Свен Ага тоже Мидас не покупает Све Миракл Это для Саввах Он это понимает Покупает себе ПТ Морбитмаск Да ну и будет делать себе Конечно же Мом Так Эрро Хорошо В Пайлайдай Лещ залетел там 4 секунды И в спину будет заходить Сейчас Наухай здесь Встречает Синг-синга Роар выдает Там успел сделать липаут Но не спасает его Это Бессмастер Топориком забирает фраг Ну что сравнивается По счету команды Спидгейминг И будут наверное забирать Т1 Тауэр сейчас И сюда уже приходит Суппорт Команда Титан Так Юсикли Фортификейшн Молния пытается Дефать Да ну вот Еще одна пачка крипов Хорошо на себя Ее отвлекли Команда Титана И неужели Да видимо не получается Спидгейминг С первого раза Зайти на этот Тауэр И убить его Ну что Миракл Осталось 300 монет 300 Аж 400 монет И будет у него готовый Мом Так Дабл дембдж У нас на топлейне Все его игнорируют Кухо сейчас она не обойдет У него в ботле Так как раз таки Мало зарядов осталось Есть у себя У него уже ПТ 43 на 12 Ну и все более-менее неплохо Кстати видим В топовый КС Выходит у нас собственно Луна Энви фармит прилично Ну и один ассист Еще тоже имеет В принципе лишнюю денежку Там получал Ну что Суппорт Очередной смок От команды Титаны И снова куда-то побежали Один раз им только Хорошо удалось зайти В спину на Бон 7 И вот пока Остальные ганги Их перемещение Безрезультативные Так ну что Вот он Ауи 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 Тут еще смотрите Находится и Рексар Айяяя Могут поставиться Сейчас суппорт Очень сильно Могут поставиться Вот Синг-Синг и находит Так Телекинез Здесь есть Телекинез Хорошо Стан Лишака Икс Стан выдает Синг-Синг Иллюзори Эрп залетает Саленс нужно дать Синг-Синг Ультимейт Где? Куху Ультимейта поставив Тычку надо дать Синг-Синг Да ладно разворот Убивает Лишака И не добили Рексара Да как так-то Нед проседает Солоса Второй Ауи делает Даблкил И Куху Пытается уйти Ру Залетает Неточный У нас здесь Но Куху таки не убили Ну какой провал А Это просто Жмот Куху Вот как так можно было Жопить Да поставь ты тут Ультимейт Добей Да вот просто Доверься в том Что фраг был сделан И все Дальше можете убирать А в итоге Ганг был просто ужасный Потерял двух суппортов В общем-то Титана Здесь преимущество Все отдали 3-1 Команда Спидгейминг Сейчас пока впереди Куху Жмот Ну может быть у него Конечно и маны не хватало Я в то время не смотрел Если честно На его героя Но он Дал только всего лишь Элизо Рерп И дал второй спелл Все Не знаю Ман должно было хватать Всего лишь 100 маны Стоит у него ультимейт Ну и снова Пау ставит У нас визадж И какие-то видимо Снова проблемы у нас У одного из игроков Команд Спидгейминг Да Снова проблемы у нас Видимо у Бон 7 С С мышкой Ну ладно Ждем его снова Ну Маны Гарк не было Ну да Наверное бы не было маны Ну блин Все равно Ну как так-то Врываться и не добить Буквально одну тучку не сделать Тем более Пак там с дабл дэмэджем был Такая непруха у команды Титан Ну они в принципе повторяют Историю всех трех кар Да Они все время в верли гейме Просто берут за обе щеки Потому что Ну вот как-то сливают они А потом уже Начинается у них Вот этот вот план камбэка Что называется Да Отыгрывать по чуть-чуть По чуть-чуть Бегать вместе Пятером Галгать там Тысячу за тысячу Шмотку за шмотку Себе забирать И потом пытаться Переворачивать карту Это вот в их стратегии Что называется Это в их В их теме Что называется тоже Ну что С Мом у нас бегает С Вен На этот раз По лесу Формит Крипов и так далее Посмотрим что будет дальше Собирать он Надо доедалось Просто себе взять БФ может быть И просто почти уничтожать Ну и даггер конечно Б тоже не мешало Так ну что Здесь фамиляры летают Куху пытается их забрать Лишние 100 монет Опа Еще одну плюшку надо дать Не фамиляры не умирают Кмирок их тоже пытается достать Никак Просто никак Разводит Ну что у нас С тем временем атака В исполнении команды Спидгейминг на топ лейнде Кстати стоит 1х Ох 1х Сейчас как ты можешь встрять Ну почему-то не побежали Того команды спидгейминг Они развернулись Пошли в леса В лесах находится нет А вот нет точно встрянет Паналей его находит Да Есть кристалл нова Топорики Ну и просто вот такого Раскаста Умирает на собственно Суппорт команды Титан 4-1 А не смотрите Настакал-то хорошо Как у Хайя у нас И Мерклс это дело фармит Потрясающе Сразу полторы тысячи денег Плюси имеет И очень даже неплохо У Хайя свои задачи справлялся Стоял на оффлэне Да еще и настакивал Так что все круто На Тауэрбог еще же заданайся Было бы вообще все замечательно Но Энви видимо не торопится Его спушивать Дождет в то время Когда не будет оппонентов На этом лайн И спокойненько Этот Тауэр снесет Полторы тысячи денег Из-то луны Пока Энви ничего себе не покупает Я думаю купит стандартный доминатор Себ-мандо стайл И не будет выпендриваться Какими-то там лишними артефактами Собственно Будет играть по стандарту И стандартные шмотки собирать Ну что На топ-лейне спидгейминг Пытается забрать Т1 Тауэр Сейчас это будет первый Тауэр в их копилку Глифа здесь нет Ну и собственно Дефа здесь тоже никакого нет Команды Титан Давайте смотрите Сами отошли Немножечко боятся Спидгейминге сейчас Этот Тауэр добивает до конца Ну Непонятно чем вызваны Их опасения Ну Вижена просто нет Вижена нет в чужом лесу Они не знают Может быть там нападают На них уже А может быть не нападают Поэтому бегают туда-сюда Вот этот пачка грибов Должна с Тауэром В принципе справиться Так Миракл покупает Сокерклаб Предварительно решил Собрать себе БКБшку Хорошо Куху У нас 1300 монет Этот даггер еще далековато Нужно фармить Нет Сапог только и пока имеет Тауэр четвертый Да Ну и силы света Собственно Тауэр забрали Так Ну и побежали Смотрите Террелэн Здесь ЛТП на топ лейн Здесь они вчетвером Сейчас будут бегать По чужому лесу И будут кого-то искать Ну Вы знаете Вижена до команды Титан Нет Они могут только догадываться Что в их лесу Сейчас находятся оппоненты Кстати Сентрилард один И все на этом Ну и бежали Команды Титан Подобро поздороваться Своего леса Все правильно делают Но сейчас в мид Будет вылазка И Кухоу здесь главное Не подставиться Ну или нету Нет Уйди по тавар Уйди ради бога По тавар Этернелэн Вистоит на хэгэшечке Все видит эта луна Фамилиары здесь еще и летают Мы видим Ну вот зажимают Таки нету Да Что он здесь сделал Непонятно В общем-то С одного ультимейта Синг-синга Здесь уходит в таверну Собственно опять Рубик Уже в третий раз По-моему он отдается Ну и третий тавар Будет снова падать В команда Титан Это раз по миду Трамп оф Эншелс Решил себе прикупить С первой Этернелэнви Окей Там Мэро какой-то залетает Кстати смотрите Очень больно Залетел по Этернелэнви Нужно было давить Лишак будет Станчик делал Типа всем Ультимейт выдает Таспак потрясающий ульт И делает все АТП И Миракл Давай тебя не хватает Где Миракл Нет Миракл фармит Он занят Не отвлекайте Миракла У него надо еще 300 крипов убить Потом только Можно будет врываться Ну вот он сделал Конечно АТП Немножечко не успел Файт Ну кстати вот После ультимейта пака Если бы он зашел Со станом своим Он бы там разобрал Конечно ребят Ну и так в принципе Тоже неплохо получилось Просто взяли И на ровном месте Убили луну А еще есть отличный шанс Просто донять Тауру Ну нет прогоняю здесь Нет Нет не подставляйся больше Ну и Тауру забирает Элдер Титан Кстати мы видели Да Миракла Что он практически БКБ себе нафармил Осталось 1300 монет До свитка Все будет хорошо Тоже топовый нетворст на карте Причем отставание Очень серьезное У луны По сути дела Да Пайдка 2000 денег Это всего лишь на 12 минуте Так что Миракла не остановим Так Ухайо За Ахайо теперь выехали Окружает его с двух сторон Ну и там Титаны Будут ли драться Кухон на топлей не занят У него нужно дофармить до даггера Но спидгейминги Вообще непонятно Честно говоря Чем занимаются Они вот тут Произвали смог Причем очень палевный По моему да Вот под этим вардом Нет вард вот не палил Заходят в мид Кстати могут быть проблемы у Икса Чужие леса Опять таки здесь Птичка все палит Видите здесь Икса Икса нужно цеплять Синг-Синг бегает Труаром нужно достать Не хватает РНЖ Немножечко спалился Там у нас Синг-Синг Пеги Икс Как же к нему не пошли А теперь они вас запили Опять таки Нета Да что ж такое Да хватит пить Уже сколько можно Рубик просто решил Не знаю Три-то-два сыграть Какой-то непонятно Сколько раз он умер Четыре раза умер подряд Смотрите Зажимают Зажимают Нас просто-напросто Куху Куху Должен уходить Фростбай Сейчас получит Сбивает ему ТП Куху Купил ты хоть Даггер Нет Даггер-то купил Ладно Можно умирать Даггер купил Можно умирать С Вен тем временем Разобрал Луну Это было снизу А что Этернал Энви Здесь один делал На оффлейне Лол Фармил видимо просто Ну что 300 монет Осталось здесь Мирокл До БКБшки У Икса Видим сапог Левел седьмой Охай Есть сапог И покупает себе Рецепт на Хэнд оф Мидас У Элдер Титан Уже есть Миканс В свою очередь В команде Спидгейм Кстати Бессмастер у нас Будет раскачиваться Через Некрономиконы У Пайлодая Тысяча монет Тоже наверное Будет себе делать Хэнд оф Мидас У остальных Вроде бы все так же Ну что Вниз попытка Команды Титан С Дистит Т1 Тауэр Приходит сюда Бон 7 Ну не мешает Видимо Активно мешает И Мирокл просто Отходит назад Почему никто Для Мирокл Не стакает Опять Эншентов Непонятно Ну опять таки С Вижнем Конечно С агрессивным Вижнем У команды Спидгейминг Все отлично Они везде завардили Они не знают Где находятся Их оппоненты Вот везде И в чужом лесу Стоит вардец И вот здесь Даже находится Возле Эншентов Практически все видно Поэтому они так Спокойненько Заходят по Миду Сейчас пытаются Пробить 2 Тауэр Энви Вытанковывает Огроклав себе Покупил Будет делать себе БКБ Астрал Залетает в Мирокл Мирокл Он должен сообразить Что его здесь видно Ну и покупает себе БКБ Ну что С БКБ уже повеселее Сейчас начнется движух У команды Титан По это делу Что дамеджа Может быть не так Там много будет у Мирокла Но у него есть ультимейт Для этого случая И если удачно войдет Конечно Мирокл Он там Сможет много лиц сломать Ну главное опять таки Ой Ару залетает Смотрите 5 секундный стан Бау И Тавр его пробивает Переагрить Тавр А Мекка провязывается Хорошо Такие рандомные лещи Конечно лучше не ловить В прошлый раз поймал Этернал Энви Отправился в Таверну На 30 секунд Ну что Мирокл здесь БКБ Что за БКБ Мирокл Это что сейчас было Лол Мда Это шикарно Лучше бы ты его не собирал В самом деле Купил бы криты что ли Короче провал полный Я не знаю Видели это команд Спидгейминг или нет Но если бы они видели Они сейчас пошли бы просто Бить Т2 Тауэр Потому что там КД около 60 секунд По-моему да 75 секунд Да У БКБ КД 8 секунд точнее И не знаю Мирокл как-то нафейлил Немножко Ну ладно Ничего страшного Просто может быть Бинды перепутал Или там Не знаю Мышка багнула Всякое бывает Ну что 8-3 у нас 16 минуты встречи Побежали Команды спидгейминг На топлейн Будут пытаться гангать Здесь Куху 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 у нас Опять таки Раскидывает Зориарабами Лучше бы не подставляться В пятером Команд Спидгейминг Хотя знаете При всем При этом Они вроде в пятером Бегают Кого-то даже гангают Убивают Рубика Но это все Малозначимо На самом деле Товуров Там особо им спушивать Не дают Сейчас они заходят На Т2 Тауэр По топ линии Здесь будет сопротивление Однозначно Хотя Видим Синг-синг под дабл дэмэджем И рядом еще Этерна Ненви Некрономиконы Есть и дела Но все равно Да С первой попытки Не удается снести И вот такие Они в пятером Просто заходят На этот Тауэр Фарми очень сильно теряют В то время Как Миракл фармит Очень активно Мы видим КС его По-прежнему топовый И есть у него 500 монет После БКБ В конечном итоге Потом это скажется Вот видим Кристал Мейден 1400 монет есть Будет ли Медал сделать Парадай Или не будет Пока фармит Что по графикам По графикам Мы видим Пока Спидгейминге впереди На 4000 плюс И по деньгам По экспе Впереди Команда Титана 2000 Вот так вот Смотрите Внизу Находитесь Висаджа И сейчас Миракл сможет зайти Под Мом Ты же разорвешь Лицо этому Ауи У тебя же есть ультимейт У тебя есть все Надмирнул конечно Какой-нибудь боссупорт один Вот он кликает сюда Ребят Делаете мне стаки Говорит Почему никто мне стаки Не делает Вот Икс уже побежал Ему стаки делать А там смог еще Да Может быть под смогом Зайти Ну блин Здесь обсервервард Очень жесткий обсервервард Который все спалит Так вот они Дабл стаки На эншентах Фамильяры мешают Фамильяры спалили Это дело Да они дали сделать стаки Отличный контроль От Висаджа Ну вот этот вот вард Конечно лучше бы раздевардить Причем мне нравились Команды Титан Они в каждой карте Очень рано покупали себе гем Прям суппорт Один из них Приобретал сразу гемы И они вот с этим гемом Ходили и все варты рушили Потому что вот опять За счет этих вот обсервервардов С интерьера различных У команды Титан У команды Точные спидгемик Очень отличный обзор Они знают Где находятся керри Герои Как перемещают суппорт И так далее Поэтому не боятся Лазить на той или иной лайн Ну что Промедосировал У нас здесь Оха Немножечко отпушил Топ линию Мы видим Да Тут смог провезли Игроки команды Титан И сейчас это дело Все спалилось Вот видим Синг-синг у нас уже Знает Где будут находиться Суппорты И где будет Команда Титан Под смогом бегать Готовы Подразком От спидгемик Смотрите Они просто сейчас будут Байтить на кого-то Так Рубик идет вперед Кого-то нужно цеплять Бисмастер здесь в инвизе Кстати Сейчас может он смог спалить Оп Смог Пропал И ультимает Этмиран Ну все Спрятаться абсолютно всех Отлично И уходить Синг-синг не палится Ну да Здесь опять-таки Нет центровых Синдреевардов Нету гема Нет ничего такого Поэтому Конечно Синг-синг здесь никак не узнает Что он здесь находится Ну и Смог Ответный В исполнении команды Спидгейминг И в свою очередь Здесь тоже стоял Опсеревард Мы видим В исполнение команды Титаны Поэтому Это перемещение Для них тоже Не будет Неожиданным Ахайте Временю фармит Ну да Ему конечно После сапога Желательно бы еще Какие-то артефакты иметь Потому что Совсем уж Какая-то бесполезная Эмирана становится Максимум Что она может сделать Дать шторм штормы И Эрро Потом будет умирать Ну и ультимейт Конечно Так А вот Пайлайдай заходит Видите, здесь нета Куху тоже рядом Сайленс Дал Атаке пытается упрыгать Эрро залетает Не поедет кого-то В хороший пак Поставил ультимейт И пошел У нас Пайлайдай нагрызать Раз-точку Два-точку Бить Синг-Синга На развороте Ультимейт Миркл дабл Под БКБ Пошел бить Ультимейт Тристаллмейт А на моментально Ее убивают Синг-Синг тоже Наверное Это минус 2 Виседж На развороте Ну и Энви Почему-то Свой ультимейт Не давал И в драке Вообще не участвовал Но эти страны Драку выиграли В итоге Все хорошо В принципе у Свена Только мешает Ультимейт Рексара Вот все Если не будет Ультимейт Рексара Он просто Всем здесь лица Разобьет И уже не поможет Здесь ни БКБ от Луны Ни ее ультимейт Ни что-либо еще Ну сейчас Очень много денег Должен был По идее Свен получить У него Сколько? 1700 Посмотрим Что будет собирать дальше Ну вот Я подозреваю Что должны быть Какие-то кристаллицы Там и дейдаусы Может быть Вообще есть смысл Даггерти приобрести Очень рано Так тем временем У нас у Сингсинга На бисмастере Вторые некрономиконы Появляются БКБшки Как скоро Осталось у Луны Интересно дофармить Ну а совсем ничего Практически 300 монет всего лишь Ау их кстати Уже с аганимом Отлично Три фамильяра Очень быстро Нафармил себя Ау и этот аганим Бон 7 Мека Солринг ПТ мы видим Сингсинга Мы видели Но Паладай Покупает себе Ставв визадре И будет делать Конечно же Форстав Тем временем Меркл фармит На топ лейне Хочется конечно Как-то загангать Но он прекрасно Видит все перемещения ЦМки Поэтому Поэтому бежит Уже 2200 Что же Меркл Ты будешь себе покупать? Пока не ясно Как у нас вообще График изменился После этого файта Мы видим что Немножечко вниз он пошел Но вот опять-таки Зафиксировался На отметке 3000 Пользусь команд Спидгейминг А по XP 3000 плюс Ведет команда Титан Ну знаете Нет такого разгрома Как было В предыдущих двух карт Когда спидгейминг Уже не так активно Убивает своих компонентов Ну и Титаны Немножечко держат Держат позиции Фармит Меркл Все в принципе задумано Меркл что-то еще В чат написал Непонятно что Он БКБ опять провязал Да ладно Как так-то Меркл Второй раз подряд БКБ провязал Просто в никуда Провал полный У него осталось Уже 7 секундное Хотя по идее На этот момент У него должно оставаться Да уж Очень неприятно На самом деле Я не знаю С чем это связано Почему так вот Меркл активирует БКБ Что творит с его мышкой Или может быть С бендами не то Может быть Дота так лагает Но от кристалли Все-таки он купил Так что там Тем временем Команды спидгейминг Снова в пятером Они собрались Выходить на топ лейн То есть опять-таки Попытаются убить Охай 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 кстати 2200 Закупись уже пожалуйста Быстрее Покупайте ультимейт орб Отлично И уходи тут Ультимейт И просто бежать А leap out И тэп out Хорошо Ну и топ лейн Все равно будет Сносить команду спидгейминг Раз уж вместе собрались Попытаются донести Этот 2 tower И здесь есть Гриф фортификейшн Будет ли сейф Так юзается смок На этот раз смок Юзается без вижена У команды спидгейминг Поэтому не знают Они об этом перемещении Форстафу кристал мейден И спидгейминге Снова отходят Ну побаиваются Во всяком случае Да прекрасно понимают Что где-то внезапно Сейчас появятся оппоненты Ну и давайте посмотрим Связка пак плюс фен Должен быть хороший дримкоил Куху Даггер есть Все есть Просто варвись и убей Варвись и убей просто Так Tower сломали Miracle заходит Miracle еще цель Ultimate от Mirana Так Не успел БКБ Произвать Miracle Мы не дали его слепили Это минус 3 Что за провальный файт Пытается уйти у нас куда-то Охай Его конечно же будут догонять Энви сейчас даст еще один бим Астралом просто приговаривает Элдер Титан Ну что такое А Что-то за Там у меня просто нет слов Как так можно было Просто в салат взять и отдаться Просто пришли и подарили Всеми себя Просто взяли и отдались И это сейчас будет Минус сторона Потому что нет Грифортификейшн И нет команды противника На родном месте Титаны любят себе Устроить вот такое вот Провалище в начале игры Да До 20 минуты А потом нужно Пытаться как-то Не знаю Сделать камбэк Но сейчас будет нереально сложно Сейчас уже потерять на два сторона В предыдущих двух картах Они стороны как-то еще держали Да Ядно такого подарка Спидгейминга не ожидали От своих оппонентов Ну и Подарком этим конечно же Воспользовались Моментально будет сноситься Т2 тавер по миду Конечно же Здесь не будет никакого дефа Можно будет сразу пойти На Рошана его убить Можно будет попробовать Снести Т2 тавер еще и снизу Да Капусту сейчас конечно Получили нереально много Команды спидгейминг Каждый из этих членов игроков Синг-синг Покупает себе третий Некрономикон 1100 монет мы видим Форстаф мы видим Паладай Ну 1600 монет Бон 7 ВА800 вообще Где Энди Энди После БКБ 2.700 тоже имеет Миракл Ну На самом деле У них задача Настолько предельно простая У команды Титанов Вот ну проще не придумаешь Надо просто Паку На Тирек Сара Дать Сайленс Миракл заходит под БКБ Всех убивает Все Больше ничего делать не надо Ну поставить еще Дремкоил от Паку Остальные там ребята Попадут Спеллами попадут Это уже на самом деле Не особо важно Главное здесь опять-таки Акцент делать на Пак И С Вена Они с этой задачей Пока справиться не могут Ну что 13.5 Минус одна сторона У команды Титанов Они опять-таки Все живы Сейчас пытаются фармить По графикам Конечно Отличнейший рост Просто по деньгам От команды Спидгейминг Они выиграют уже 19 тысяч По экспе выиграют Делают камбэк С минус 3 до плюс 3 тысяч 6 тысяч выиграли Да Неприятная ситуация Для команды Титан Сейчас Так Синсинг Третья некра Хорошо Огарклаб появляется Кристалмейден Будет делать себе БКБ Энди Купил себе Глсонг Баттерфляй Намечается Ну понятное дело Как-то же нужно И выйдет Всякие там Плюшки от этого Свена Которые там Криты будут вылетать Так что Баттерфляй в этом деле Конечно же будет спасать Ну а смотрите Видите что Вообще неплохо Покупается Гипперстон Чейнмэл Лауи Откуда деньги вообще Берет этот парень А ну у него 7.01 Он ни разу не умирал У него много киллов Он там соло-самшинами Всех подбивает Фамильяры постоянно фармят Конечно да Ну и КС Видим топ-4 на карте Тоже довольно-таки неплохо А что по Нетфорсу 11.600 Вбрывается вперед У нас мы видим Луна Там 10 тысяч Имеет Свин 9.400 Вот да Топ-3 Нетфорс на карте Еще и Бисадж имеет Тут конечно много денег Нафармить тебя Салки-Урас Будет намного все круче Конечно Команда Спидгейминг Ну что Может быть был смысл Сейчас напасть на Рошад Забрать Аегис Попытаться еще одну сторону снести Пока на таком кураже Находится команда Спидгейминг Не давайте Расслабиться команде Титан Там фармить где-то Что-то еще делать Меркл Союзадачу знает Просто наверняка То есть У него 1200 монет уже есть Продолжает бить крипов И Ну да и да Салки-Урас будет на подходе Я думаю Наши сайминута встречи Ничего не происходит Спидгейминге просто закрылись На своей базе На своей территории Мы видим фармят своих нейтралов Вообще не влазят С своего леса Но Титаны опасаются Их приближения Мы видим Пока Ставятся на три ворты Разбивающих вот этих вот Орлов Который вызывает Бисмастер Ну и смог-то покупать тебе Лишак в итоге БКБ у Элдер Титана Но потом В конечном итоге Все зайдет до того Что просто против Меркла Купит Четыре или пять Госкептеров И все Меркл просто будет бегать Одного к другому И за время действия БКБ и Мома И своего ультимейта Он не сделает ни одного удара Ну что Провизывается смог Исполнить команд Спидгейминг Посмотрим куда они побегут Сейчас Аккуратненько на Рошана Или сперва предварительно Выиграть файт Где-нибудь Кого-то убить Загангать А потом уже убивать Рошана Пользуюсь численным большинством Что бегает Под хастой На все временем Луна мы видим Да с дабл дэмэджем Имеется бот Для 1400 монет И вот оно Хайо-хайо Сейчас получит ультимейт Бим залетает Бисмастер наорал на него И Минусует моментально Элдер Титан зарабатывает Фраг Вот теперь уже Может идти на Рошана Четко все делает Команда Спидгейминг Как прям в гайде Как учили Тут же моментальный заход на Рошана И конечно же Команда Титан Драться за него не будет Или же будет Но на самом деле Вы знаете От Миранда не особо Много пользы было Все-таки этот парень Без шмоток бегает Максимум что он мог сделать От дать ультимейт Пока в общем-то От него пользы никакой нет Но все равно драться не стали Миракл фармит На Снотоплейне Пытается снести Т1 Тауэр Юси Гриф Фортификейшн Ну Миракл думает Тауэр добьет Ну а тем временем Команда Спидгейминг Заходит Заходить будет по низу Тоже будет стонсить Т2 Тауэр Конечно же Аегис достался У нас Тернел Энви Ну и да Миракл ТПшка есть Все есть 2 500 Покупает себе Ничего не покупает Но видимо Деньги на байбэк Все-таки будет держать Ну а спидгейминги Тоже решили отойти Ну вот очень аккуратно Играют мы видим Сделали один фраг Забрали Рошана Забрали Т2 Тауэр Потеряли Т1 Тауэр То есть конечно же Последний промежуток времени Был в их пользу Однозначно 28 минута встречи Что по графикам По графикам мы видим 14 тысяч плюс У команды спидгейминг Уже впереди по деньгам По экспе 6 тысяч Ну я особо Советую не Расслабляться тем Кто поставил на эту команду Собственно мы знаем Что и не столько Отыгрывали команду Титаны Что эти ребята способны на многое А тем более Когда есть Миракл И катает Освен С отличным демиджем Может случиться всякое Достаточно один раз Своим молдом Попасть по троим По четверым Сделать один крит Все Игра может в корне поменяться На любой минуте практически Опять-таки делает дабл стаки На Эншентах Для Миракла Миракл конечно все это дело Будет выфармивать Ну и ждут просто Команда Титан просто ждет Им на руку сейчас Так вот стоять Отпушивать линии Там фармить крипов И так далее А спидгейминги Сами не хотят пока Идти вперед Боятся как раз таки Напасть на этого Свена И проиграть ему файт Ну что там С Митрилхаммер появляется У Кристал Мейден Будет делать себе БКБ Синг-синг уже у нас Имеет форстаф И Некра третий Энви Очередная руна Дабл Дамеджа Ну и к нему уже летит Баттерфлай Да Ну и кстати Уже видимо Виседж нафармил себе На Салт Кюрас Ну и по виду Собирается команда Спидгейминг Один из решающих Последних наверное файтов Может быть последний Для команд Титана А может быть они еще и повоюют Кто знает Вот видим что Куху купил себе Ультимейт Торп Будет делать себе Скафу Вайс Пойнт Бустер Лишака Хорошо Нет 2 забрасера Чтобы просто жить Даггер Даггер у Сфена Вот это уже замечательно Ну сейчас этот Даггер Он себя спаль Потому что топ линию Он отпушивает И все прекрасно Видит команда Спидгейминг Врыв может быть Неожиданным от Сфена Внезапно прыгнуть Дать станчик И пробовать кого-то убить Желательно конечно Зафокусить Рексара Поэтому Бисмастер Будет стоять немножечко позади Эрро залетает Вауи Хорошо Но у Хайо Близко лучше не подойти Ну и плюс к всему Энви там смотрите Пробивает очень быстро Тауэр Так юзит У нас клиент И Глиф сейчас падет И Энви просто спокойненько Заберет эту Тауру сейчас Да без сопротивления Без какого-либо файта Ну пора уже врываться Команда Стан Неужели одну сторону Будут отдавать сейчас Эрро Эрро вауи снова Как уж он подставляется Под эти Эрро Непонятно Ну что юзит с нас Инвиз Отмираны Барак ты пак Барак ты упал Уже Миркл пошел в догоночку Так залетает Рассказ пытается сделать Ультимейт от Луны Пошел вперед Асмиркл Проседает под стан Трексара Но это борода Забей Минус Асвенас Минус Рубик Все лохи Пытаются уйти К КВП прописано С командой Тистан Не получилось у них драки Собственно в этой карте Все-таки Миркл На Наге круче намного Чем на Свене Это стоит отметить Много было ошибок В его исполнении Два неудачных врыва Два раза провязанных БКБ вне замеса И все это привело к тому Что просто-напросто проиграли Проиграли эту карту Ну что поздравляем Команда Спидгейминг Зарабатывает себе первые очки В рамках своей группы В этой же лиге Группы А Соответственно они Сохранят шансы Собственно на выход С первого места С этой группы Ну а команда Титан Вторая подает поражение С учетом 1-2 по картам И у них 0 очков У них будет последняя игра Против команды Витши Гейминг Ну как вы понимаете Там тоже будет очень-очень сложно Так что скорее всего Эти ребята вылетят Ну вот как-то так ребят На протяжении Получается порядка 4 часов Мы с вами комментировали И смотрели собственно Этот турнир Эту встречу Было очень интересно Было много камбэков Было на что посмотреть Воды в ближайшее время Опять-таки зальем На наш ютуб канал Я продублирую их паблик Так что не забывайте Подписываться На vk.com Slash adequate tv На twitter.com Slash adequate tv Тоже жать follow Ну и слышимся уже завтра Ребят напоминаю Завтра начинаем В 10 часов по Москве Очередные игры У нас Этого турнира Будет что посмотреть Ну и Через полчаса Стар серия Так что ребят Имейте ввиду На первый Старладер канал Будем переподключаться И будем смотреть Как будут воевать Наши европейские команды Всем сегодня большое спасибо за внимание Услышимся уже завтра С вами был Адекват Субтитры сделал DimaTorzok